Добрый день всем радиослушателям. Мы приветствуем также зрителей канала СНЛ. Это программа «Светлый гость» на Светлом радио и в студии Светлого радио Евгений Константинник. Евгений, добрый день. Добрый день. Всем привет. Рад сегодня быть вместе с вами. Но не в полном составе. В очень неполном составе. Иры рядом с вами нет, деточек нет. Как вообще, когда её рядом нет, что ощущает Евгений? Насколько чувствуете её отсутствие? Ну, Библия говорит, что мы одноцелые, поэтому чувствуется, как будто половинки нет. Но я знаю, что Ира сейчас в служении, поэтому у нас была договорённость, что я смогу её отпустить раньше. И я молюсь за неё. И я верю, что то решение, которое мы приняли сейчас разделиться, это правильно. И оно принесёт славу Богу. Друзья, может быть, кто-то смотрел интервью с Ирой и Женей Константинниками. Уже одно интервью есть на Светлом радио. Это миссионеры, которые сейчас трудятся в Папуановой Гвинеи. Сколько лет, Женя? Уже девять лет. Девять лет. А Ира, когда писала, что я отправляюсь домой, я уже дома, она это писала о Папуановой Гвинеи. Где ваш дом? Что вы считаете вашим домом? Да, мы уже считаем, что Папуанова Гвинея стала нашим домом. Почему? Потому что мы больше там живём, мы больше проводим там время. У нас там друзья. И когда Библия говорит, что ты оставишь свою папу, маму, своих братьев, сестёр, друзей и поедешь, и Бог даст тебе в сто раз больше, это реально работает. И мы это чувствуем. Потому что в Папуановой Гвинеи у нас уже есть очень много пап, мам, братьев, сестёр, друзей, детей. И реально мы себя чувствуем, что наш дом это Папуановой Гвинеи. Мы себя уже чувствуем Папуасами. И когда мы возвращаемся в Украину, мы с Украины, мы чувствуем себя уже некомфортно и чувствуем, как будто мы в гостях. Серьёзно? Серьёзно. Хорошо. Когда ещё только принимали решение отправиться на миссию, думали ли вы тогда, что это будет так надолго и с таким размахом? Не думали. Верили Богу, делали шаги веры, доверяли Ему. И мы в Сирии всегда так думаем, что если бы Бог нам показал всё, что мы пережили за все эти 9 лет, мы бы не согласились. Поэтому это хорошо, что Бог не показывает будущее, и Он нас готовит к каким-то решениям, к каким-то трудностям, к каким-то вызовам. И постепенно, когда мы готовы, Он это допускает в жизни, для того, чтобы мы могли пройти, стать сильнее. И, конечно, мы не думали, что... Но мы открыты, мы флексибл, и если Бог нам скажет сегодня оставить Попановой Гвине и поехать дальше, или вернуться в Украину, мы любим Бога больше, чем наше служение. И для Бога... Мы там, потому что это Бог нам сказал, поэтому мы будем послушны Богу. И мы понимаем, что это не наше служение в Попановой Гвине, это Божье служение. И то, что Бог начал, Он закончит, а нам просто нужно его слушаться каждый день и делать то, что Он говорит. Когда вы только приехали, вас было только четверо, то есть вы, Ира и ваши двое деток, только вы четверо, белые, все остальные другие для вас люди. В том месте, где мы организовали церковь, это была церковь с нуля. Это не значит, что там кто-то работал до нас, на той территории, где мы находились. А по поводу, как мы в 2011 году приехали, и это была еще одна верующая семья местная, которые пригласили нас. И полтора года мы жили в хижине без электричества, газа и воды, туалет на улице, стирались, мылись, купались в озере. Ну, в таких очень, в таких экстремальных условиях, но мы были счастливы. То есть вы родные были только четверо, все остальные темнокожие папуасы. Ну, даже у нас было трое, Мирослава еще не было. Она уже там родилась. Ну, она родилась здесь, но, да, Ира забеременела там. Вау. Поэтому у нас, Матвей, было два года, когда мы первый раз приехали в Папаново-Гвине. И мы жили вот в таких очень экстремальных условиях. Я не говорил ни по-английски, ни по-пиджину. И для меня это был вызов, потому что у меня нет дара иных языков. Как бы у Иры есть, а у меня нет. Ей очень легко даются разные языки учить, а мне это, как бы для меня это был вызов. Но я всегда молился и говорил, Бог, ты знаешь, у меня есть дар благовестия. Я хочу о тебе рассказывать. Пожалуйста, помоги мне. И прошло где-то, первый год это был самый сложный, когда ты ничего не понимал. Во-первых, культура очень сильно отличается. Во-вторых, язык это не английский, а пиджин. Пиджин это смесь английского, японского, немецкого и других языков. Поэтому, как бы, это нужно было. И мы учились, мы выучили такую фразу, МВНМ, это что? И мы просто спрашивали, это что? Это что? Люди нам говорили название, это что? И мы так слушали. И понемножку, понемножку, как бы, первое время мы учили язык, мы учили культуру, потому что мы жили с местными людьми, постоянно с ними общались, кушали, вместе проводили время. И мы начали детское служение. Но как вы стали своими для них? Стали ли вы? Только одни вы, вот такие, все другие свои, вы чужаки. Как вы стали своими? Я думаю, что через личные отношения, через то, что мы проводили время. Может, я уже рассказывал, мы прожили год, и местные люди, они к нам подошли и сказали, ребята, вы не просто белые миссионеры. А к белым там относятся, типа, когда на тебя говорят белые, это не очень так... Негативно, да? Негативно означает. Типа, белые, это белая ручка, ты не будешь выполнять ту работу, которую там другие, чёрные, типа, делают. Но они сказали, ребята, вы не белые миссионеры, вы наши миссионеры, потому что вы живёте в такой же хижине, как мы живём, вы кушаете ту же еду, которую мы кушаем, вы ходите по грязи, по которой мы ходим, и мы хотим помнить о вас. И они назвали своих детей нашими именами. Поэтому сейчас, на данный момент, в Попановой Гвинеи есть уже двое мальчиков Жень, один Матвей и две Иры, две девочки Иры. Что вам пришлось, какие навыки или какие виды деятельности пришлось освоить там? Чем вы физически занимались? Понятно, там мы видим фотографии, Ира лечит людей, да, ну, по крайней мере, из того, что имеет какие-то медикаменты. Вы провели воду, вы стройкой занимаетесь, добычей еды. Что ещё, чего на фотографиях, может быть, мы не заметили? Ну, миссионер — это человек, который должен быть готов всё делать. Ну, реально, то, что ты никогда не делал. Поэтому это и сажать огород. Как бы раньше Ира никогда не сажала огород, она выросла в центре Киева. Это и... Ну, я раньше никогда десять дней не шёл по шкам, чтобы проповедовать Евангелие. Но я уже так это делал. Это и, как бы, как бы, сделать структуру церкви. Это тоже, как бы, мы молились об этом, как это правильно всё организовать, сделать. Это... Потому что ты постоянно работаешь с людьми. И, как бы, это разные сферы. Это чинить машину, когда ты не знаешь, как. Ну, и, как вы говорили, лечить людей, когда ты никогда не учился на это. И многое-многое другое. Миссионер — это человек, который должен быть готов всё делать. То, что он никогда не делал. И чему мы научились? Что, когда ты едешь на миссию, Бог, Он подготавливает. Ну, я вот... Моя любимая история, допустим, я не люблю есть рис. А мы в Папаново-Гвинея едим рис каждый день на ужин. И через полгода еду рис, я уже начал молиться, я говорю, Бог сделает что-то. Я уже видеть не могу этот рис, не то, что есть его. И Бог сделал чудо для меня. На следующий день, ужин, снова рис. Но когда я начал его есть, он мне стал таким вкусным, как будто ем жареные шашлыки. И я кое-что понял. Когда Бог посылает человека на миссию, на служение, Он подготавливает его желудок, чтобы есть ту еду, которую раньше... Если бы мне кто-то сказал, что я буду есть рис каждый день, я бы сказал, это нереально, это невозможно, я не люблю его есть. Когда Бог посылает человека на миссию, на служение, Он подготавливает его руки, его ноги, чтобы выполнять ту работу, которую раньше... Если бы мне сказали, что я там буду что-то делать такое, что я раньше... Я не умею этого делать, я не знаю. Бог, Он не призывает квалифицированных, Он квалифицирует призванных. Да, и помогает, и дает все необходимое для служения. Поэтому, да, самое важное, это получить слово от Бога. Если Бог тебя призывает в конкретную страну, и у тебя нет денег, нет контактов, нет друзей, у нас так было, доверься Богу. Если Он тебя призывает, Он тебя и обеспечит. И чему мы научились? Очень важно, чтобы у тебя было видение от Бога. Куда тебе идти, что тебе делать. А если у тебя есть видение или призвание от Бога, всё остальное оно будет просто следовать этому видению, этому, это и ресурсы, и финансы, и поддержка, и всё. Оно просто пойдёт, потому что ты не сам делаешь, ты делаешь то, что тебе сказал Бог. И Бог будет поддерживать это служение и это видение. Светлое радио Эммануил в формате Божьей любви. Слушайте круглосуточно через ФН-приёмники. В европейских странах через спутник Астра-4 и мобильное приложение. Слушай, пока есть время. Друзья, это программа «Светлые гости» на Светлом радио. Сегодня в нашей студии Евгений Константинник, миссионер, который сейчас трудится в Папуаново-Гвине со своей супругой Ирой. Женя, вот вы сейчас всё это рассказываете, что Господь даже дал вам вкус другой по отношению к рису, чтобы вы могли его кушать, ну потому что другого ничего нет, хотя вот Ира там делится, показывает мастер-класс, как приготовить какое-то тушеное блюдо с листьев тыквы и ещё чего-то там, и эксклюзивно, когда там морковь попадается и всё такое. вам есть вот эта благодать и сила от Господа, да, потому что он призвал и даёт всё необходимое для служения. А деточки как? Для них это обычно или необычно, когда они приехали в Украину, когда вы их повели к стоматологу, когда вы им показали школы, как они на всё это реагируют? Что вы читаете по их глазах? Что они вам говорили? Ну, для детей Папанова Гвине это дом. Поэтому они себя чувствуют здесь немножко дикарями в Украине. Здесь в Украине, да? Да, здесь в Украине. И они очень сильно хотят вернуться. Мирослава, она постоянно спрашивает, папочка, ну, когда мы уже полетим, ну, когда мы уже вернёмся? И несмотря на то, что здесь намного лучше, ну, мы живём, мы снимаем сейчас жильё, ну, там, комфорт, всё хорошо, там, туалет внутри. Ванна. Ванна. Матрас нормальный. Да, да. Ну, всё. Еда тоже здесь, ну, хорошая. Ну, можно сказать, ну, всё здесь идеально. Но несмотря на это, ребёнок хочет вернуться в Папанова Гвине, где не так комфортно, где не так, где туалет на улице, где моёмся, купаемся, мы в озере до сих пор. И несмотря на это, еда там тоже очень однообразная. Он хочет вернуться. А почему? Что его туда тянет? Я думаю, первое, это, у него друзья там. У него очень много друзей там. Мы живём в джунглях, поэтому он может постоянно выбежать на улицу, на улице там погулять, там, в озере покупаться. такая большая территория, где они могут провести время. Это тоже как бы... И я думаю, что потому что мы там больше времени прожили, и они себя чувствуют уже там комфортнее, чем здесь, в комфорте, в Украине. И чему мы научились, что счастье, что счастье не зависит от того, где ты живёшь и в каких условиях. Счастье — это находиться в том месте, где тебя использует Бог. Счастье — это делать добро. Поэтому счастье, оно не в комфорте. Счастье — это не построить какой-то хороший дом или купить какую-то машину. Но кто-то думает, что счастье — это выйти замуж, жениться, родить детей. Но на самом деле, счастье не в этом. Счастье — это служить Христу. Счастье — это отдавать для других, это жертвовать. Счастье — это сделать мир лучше для другого человека. И настоящее счастье — это в Иисусе Христе. Ты не найдёшь счастья в ценностях этого мира. Счастье, когда ты будешь знать лично Христа и делать то, что они тебе говорят. Я верю, что счастье только в Иисусе. Другого нет. А как это всё, что они видят и в чём они живут, как это влияет на их познание Бога, на возрастание их в вере? Ну, наши дети, они уже покаялись. Они приняли Христа. Поэтому я молюсь. И Димофей? Матвей, да. Матвей и Мирослава, они уже покаялись. И Мирослава тоже. Матвей уже 11, а Мирославе вот будет 7 лет скоро. Поэтому, да, они как бы приняли. У Матвея есть личное время с Богом каждый день. Он читает Библию, он молится, он ищет Божьего лица. Да, он подросток. Ну, как подросток. Он ещё подрастает до подростка. Но, да, у него там есть какое-то увлечение, в игру какую-то он любит поиграть. Но он знает Бога, и он хочет служить Ему. И я ему уже сейчас, и Мирославе, и Матвею говорю, ребята, вы не просто так здесь, вы здесь, чтобы служить Христу, вы здесь, чтобы рассказывать о Нём. Поэтому мы не просто их рассказываем, как нужно жить. Мы живём, и они видят. И они просто следуют. Это самый лучший пример. Как вы отдаёте их в молитве Богу? Не переживаете ли вы за их будущее? Если им придётся вернуться в мегаполис, например, в благополучную страну, где всё есть, где комфорт, в зону повышенной комфортности. Ну, мы доверяем Богу. Мы понимаем, что самое лучшее место в мире это находиться в центре Божьего лица. И когда Бог нас призвал по Пану Агвине, и сейчас мы полностью доверяем Богу. Мы знаем, что в руках Бога намного надёжнее, чем когда ты надеешься на деньги свои, на счёт в банке, на охранную систему или на что-то, что тебе человек. И Библия говорит, проклят всякий, кто надеется на человека. Поэтому мы знаем, что Бог, Он верный. И мы это пережили в своей жизни. Мы видим, как Бог работает каждый день в нашей жизни. Поэтому мы знаем, что то, что Он начал, Он закончил, и Он позаботится о наших детях. И я верю, что мои дети, они будут служить Господу. Бывает, сталкиваешься с такими новостями, когда человек выкинул своего ребёнка, или когда родители говорят своим детям, мы пожалели, что ты пришёл в этот мир. То есть вот эта нелюбовь, она видна сегодня. А вы любите совершенно чужих вам людей, папуасов. А за что вы их любите? Мы их любим, потому что их любит Бог. И Бог нам даёт эту любовь, чтобы любить их. Мы их не любим за что-то. Мы их любим, потому что их любит Бог. Мы их любим, потому что они люди, и папуасы, мы часто думаем, что это дикари, они недостойны нашей любви, но они же такие же люди, как и мы. И Бог их любит не меньше, чем Он любит нас. Бог любит всех людей одинаково. Поэтому мы их любим, несмотря ни на что. И не всегда нам легко их любить. Но Богу тоже, Бог нас любит такими, как мы есть. Поэтому чему мы научились, что любовь — это решение. Когда ты принял решение жить с этим человеком, служить ему, ты будешь его любить. И Бог даёт эту любовь, и Бог даёт эту благодать. Вы ещё сказали, что об изменениях мы говорили, вы научились проповедовать людям, папуасам, говорить добрую весть. А вот можете очень кратко такой мастер-класс от Жени Константинника, как проповедовать человеку, который исповедует свои обычаи, какие-то там традиции? Ну, все знают, что я миссионер. Поэтому мне не нужно там вступать очень долго. Мне очень сильно помогает. У меня есть листок бумаги и ручка. И я просто читаю местописание из Библии, это Матвея 7.24. И там говорится, что человек строит дом на камне и на песке. И я как бы показываю человеку, смотри, когда ты строишь на камне дом, и тогда идут дожди, там ветер дует, вода поднимается. Этот дом, он устоит. Когда у тебя будут трудности, проблемы, переживания, этот дом, твоя жизнь, она устоит. А когда ты строишь на песке, что такое песок? Это ценности этого мира. Это когда ты живешь для себя, когда ты поклоняешься злым духом, когда ты делаешь то, что тебе научили твои предки. И когда настанут трудности, проблемы, болезни, оно все разрушится, твоя жизнь. У тебя нет будущего без Бога. Я как бы объясняю людям, что камень — это Библия. Поэтому тебе нужно реально читать ее и исполнять. И если ты будешь читать и исполнять Библию, ты станешь мудрым человеком. Мудрый человек — это то, что строят на камне. Библия — это то, что Библия, говорю, слушает Слово Божие и исполняет его. Поэтому если я говорю, ты хочешь быть мудрым? Ну, кто скажет, что не хочет? Говорю, реально, вот есть люди, которые не умеют читать. Но те, которые умеют, говорю, начни читать Библию и исполнять. Как бы таким образом. И приходи в церковь, я очень коротко могу рассказать Евангелие тоже там буквально за три минуты. И показать человеку разницу. Я спрашиваю потом, а ты где находишься? Ты строишь на камне или ты строишь на песке? И я говорю, смотри, если ты строишь на камне, то ты попадешь в рай. Потому что у тебя есть отношение с Богом. А если ты строишь на песке, у тебя нет будущего, и ты попадаешь в ад. Потому что ты живешь ценностями этого мира. Ты поступаешь так, как большинство людей. И я говорю, вот прими решение, где ты живешь сейчас. И человек реально смотрит и понимает, да, я реально строю жизнь на песке. И она разрушится, и я попаду в ад. Я говорю ему Евангелие, что есть Иисус, который любит тебя, который умер за твои грехи. И у него есть план для твоей жизни. Поэтому прими решение оставить грех, оставить зло и идти за Христом. Моя жена Ира, это не просто миссионер, это также писатель от Бога. И у нас есть книга, называется «Мечты сбываются, если верить». Тут история того, как Бог нас призвал на миссию. Тут есть тоже цветные картинки. Поэтому мы эту книгу не продаем, а отдаем за добровольное пожертвование. Здесь истории, которые с вами случались, здесь свидетельства Божьей славы, то, как вы живете. Вы полностью описываете здесь ваши приключения в Господе. Да. И также, я так понимаю, что с вами можно легко настроить общение в интернете, когда вы находите свободную одну минутку или полминутки, вы можете ответить в интернете. В Фейсбуке или в том же Вайбере? Да, в Фейсбуке, Вайбере. Просто напишите в Ютубе «Миссионеры из Попановой Гвинеи» или найдите нас на Фейсбуке по-английски «Женя Константинник» или «Ира Константинник». И будем на связи. Женя, без каких трёх вещей вы не можете обойтись в Попуановой Гвинеи? Что это за три вещи? Наверное, мне нужна Библия, вода и еда. Всё, остановились на этом. Библия, вода и еда. И можно двигаться дальше. Хорошо. И за последний период был вопрос у нас о том, за что вы любите папуасов. А каким образом за последнее время вы особенным образом ещё раз прочувствовали любовь отца по отношению к вам и вашей семье? Вспомните пример. Ну, реально, я чувствую, что Бог любит нас, потому что мы живём по вере. И Бог, Он обеспечивает нас постоянно. Что у нас есть, что покушать. У нас есть деньги, чтобы купить билеты, вернуться в Попановой Гвинеи. И Бог, Он обеспечивает служение в Попановой Гвинеи. У нас уже есть там школа, есть две церкви. У нас примерно есть 30 человек, которые активно служат. Это у нас есть несколько пастырей. У нас есть духовный совет. У нас есть 12 воскресных учителей, музыкальная группа. И реально Бог, Он заботится об этом. Заботится про нашу семью и заботится про это служение. Поэтому я вижу в этом Божью руку, Божью заботу, и что Он рядом. Как Он заботится и как Он продвигает своё дело и своё служение. Спасибо, Женя. Друзья, мечты сбываются, так называется. Если верить. Да, если верить, так называется книга Иры Константинников. Её можно приобрести, заказать, помогут найти её. Женя, с какими бы словами и пожеланиями Вы хотели бы попрощаться с нашими слушателями? Вот с какими словами Вы хотите, чтобы Вас запомнили? Я бы хотел сказать Вам, чтобы каждый день утром Вы искали Божьего лица. Чтобы быть, чтобы Вы могли быть на лозе. И я, чтобы мы были на лозе. Потому что реально без Бога у нас ничего не получится. Если Бог зовёт Вас в Попаново-Гвенея, приезжайте, мы будем рады Вас видеть. Есть три вида миссионеров. Миссионеры, которые молятся, миссионеры, которые жертвуют на миссии, и миссионеры, которые едут. Если Бог тебя сегодня призывает на миссию, Библия говорит, встань и иди. Поэтому выйдите из зоны комфорта, чтобы увидеть чудо Божье. Выйдите из лодки, чтобы ходить по воде. Спасибо Вам. Благодарим Вас, Женя, Ире, огромный привет. Друзья, это была программа «Светлый гость» на Светлом Радио. До следующих встреч. Светлое радио «Эммануил» в формате «Божьей любви». Слушайте круглосуточно через ФМ-приёмники. В европейских странах через спутник Астра-4 и мобильное приложение. Слушай, пока есть время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова